Ой, отойдите, вас сейчас собьют. Ну-ка, посмотри в мои глаза. Смотрите, еще один блогер. Тише, тише, сейчас ходя его. Это что-то такое ирландское, мне кажется. Постсоветская культура, так сказать, шучку. Всем привет! В этом видео я расскажу о нашей двухдневной поездке из города Дублин в город Waterfall, что находится на юге Ирландии. По пути мы посетим богатые поместья английских лордов, водопады ирландских рек и, конечно, энное количество замков. Усугубим мы это все дело традиционной ирландской едой с ирландским пивасиком. Ну, а закончим мы наше путешествие на берегу океана. Не буду вас долго задерживать, давайте быстренько приступим к просмотру. Но перед этим не забудьте поставить мне лайк, подписаться на канал. Ну, и вы знаете весь этот бизнес. Итак, первая наша остановка это Powerscourt Waterfall. Одним словом, это водопад Powerscourt. Что такое Powerscourt? Powerscourt это поместье английского лорда. У него имеется здоровенный дом такой, с садом. Очень напоминает Петродворец. Я где-нибудь здесь покажу вам. Вообще, очень здоровенными полями, лесами он владеет, этот лорд. И вот одно из мест это водопад. Здоровенный водопад, наверное, самый большой водопад в Ирландии, который я видел. И он рядом с этим водопадом разбил такой парк. Вход туда платный. Берут деньги не за машину, а берут деньги за персонажа в машине. Одним словом, нас четверо. И вот за четверг мы заплатили около 30 евро. Парк шедевральный, но вот периодически в этот парк заезжает постсоветская культура, так сказать, шашвычков. Вся восточная Европа приезжает со своими мангалами и бомбит здесь шашлычок. Ну, в общем, эти еще культурные. А тут я как-то приезжал, тут народ привез колонки с меня размером, врубил музло, и вот у них платье здесь было. Было не очень приятно наблюдать за водопадиком. Ну, а так очень мило. В принципе, можете сюда приехать на шашлычки, перекусить. Много столиков оборудовано. Пауэрскорт – один из самых высоких водопадов Ирландии. Высота его 121 метр. Находится он в градстве Виклоу к югу от Дублина. Этот водопад засветился в телесериале «Викинги», в котором ваш покорный слуга засветился также. Вообще, этот водопад очень популярное место у ирландцев и вообще туристов. Если вы будете в Ирландии, вам нужно обязательно его посетить. Особенно прекрасен он в дождливую погоду. Парк также очень красивый. В нем вы можете провести буквально весь день, и дети будут рады, и вы насладитесь выходными. О, я тут еще одного блогера нашел. Смотрите, еще один блогер. Привет, привет. В Ирландии известно с вами блогерами. Да. Любая другая европейская страна. Вот, или кто приобщится. Тут, кстати, имеются тропы, хайк, так сказать, прогулки. Прогулки на свежем воздухе. Вот там вот по хребту, наверху, есть тропа, можно прогуляться, и на все это дело полюбоваться сверху. Ну, и так же я сюда как-то пролазил безбилетно, бесплатно. Вот там вот сзади меня есть лесок, и там так же есть тропы для хайка, и вот эта вот речушка, которая образует водопад, она там становится очень маленькой, и через нее можно просто перейти. А заборчик там всегда практически заваленный, и просто проходишь, и бесплатно попадаешь в этот парк. Что-то мы шли здесь, болтали, и я тут вспомнил про номера автомобильные в Ирландии. Расскажу чуть-чуть историю. По номеру в Ирландии, это мое авто, можно определить год выпуска машины. Вот 08 это выпуск, год выпуска автомобиля. 08. Вот на всех остальных можно посмотреть. Первые три цифры это обозначают год выпуска. Вот это 17-й год первой половины, это 15-й год первой половины. Это тоже 2008-й. У нас даже на сайтах по запчастям не надо писать, что какая у вас машина. Вот я не пишу Citroёn C3, такой-то двигатель такого года выпуска. Такое-то все не надо писать. Просто вводите номер автомобиля регистрационный, и он по номеру вам выдает, какая у вас машина, какого года, все остальное, и сразу выдает вам детали. То есть очень удобно, что номер закреплен за машиной пожизненно. Ой, отойдите, вас сейчас собьют. Ладно, это я что-то отвлекся. Погнали дальше в само здание поместья. Посмотрим, как лорды жили. Благо, это всего в 5 километрах от водопада. Изначально это поместье было построено в 13 веке, и, естественно, многократно перестраивалось. И в 18 веке получил свой окончательный вид в стиле неоклассицизма. Изначально это поместье принадлежало ирванской семье, но в начале 17 века хозяин поместья был казнен за участие в сопротивлении против короля. И поместье досталось соседям, англичанам Вингфилд, которые, в свою очередь, в 1961 году продали свое поместье семье Слейзингер. Кстати, они владеют одноименным спортивным брендом. В основном выпускают инвентарь для гольфа. При этом на территории этого поместья есть здоровенный знаменитый гольф-клуб. Где иззади нет? Нет, я всех сзади вырезал. На территории поместья имеется фешенебельный отель. Цена за ночь в этом отеле начинается где-то от 250 евро. Само здание засветилось в кинофильмах Эскалибор, и телесериале Тудеры. Ну и вообще периодически я много раз видел, что здесь что-то снимают. Также имеется своя вискокурня, где вы можете, собственно, зайти и попробовать вискарек. В данный момент в самом здании располагаются бутики различные, магазины, кафе-ресторан, где очень приятно можно потрапезничать. Ну вообще все сюда приезжают полюбоваться садом. Вход в сад платный, порядка 8 евро. Одним словом, не проходите мимо. Следующая наша остановка – Глендалок. Долина двух озер, что находится в такой, так называемой, впадине между двух холмов. Очень популярное место у местных жителей. Многие здесь проводят выходные. Здесь имеется много троп для хайка, для прогулок на свежем воздухе. Можете обойти эти озера по холму, по самой вершине холма. Этот хайк у вас займет порядка 3-4 часов, но мы туда сегодня не пойдем, так как мы хотим увидеть, как можно больше сегодня и показать вам. Также в этой долине находится аббатство 6 века. Место, конечно, здесь прикольное. Все классно оборудовано для пикничков, для семейного отдыха и для хайка. Но когда вы сапойдете, будьте уверены, что здесь будет ветрено. Здесь так расположена роза ветров, что в этой ущелье всегда дует. Итак, мы добрались до старого аббатства в Глендалоке. Вообще, город Дублин был основан изначально викингами. И викинги, такие ребята, любили нападать на церквухи. И вот это один из прекрасных примеров церквух, которые любили грабить викинги. Здесь сейчас такое кладбище, оно довольно-таки даже активное и довольно-таки современное. Ну и, конечно, старинные различные захоронения имеются. А вот там вот башня. В этой башне вход сделан выше на 3 метра. Чем это сделано? Туда забегали во время нападения викингов. Монахи туда забегали и лестницу за собой поднимали. Замуровывались и сидели там, рывало неделями и ждали, пока викинги уйдут. Там у нас здание, бывшее здание церкви. Пойдем глянем. Вот такие кельтские напевы на могилах. Вообще в Ирландии существует такая легенда, что король, будучи протестантом, осерчал на католиков и приказал снести крыши во всех католических церквях, чтобы те не могли молиться. И поэтому в данный момент большинство действующих церквей в Ирландии протестантские, а католические выглядят вот так вот. Сюда подходишь по каким-то... Идешь по тропинке, а оказывается, что идешь по могиле чьей-то. Здесь все настолько захоронено, смотрите, как все криво и косо здесь. В Ирландии вообще с общественным транспортом туговато, поэтому вам придется арендовать машину и везде путешествовать с помощью автотранспорта. Вход в Ирландаловку бесплатный, но вот за парковочку придется заплатить порядка 10 евро. И вот мы постепенно перебираемся в каунте Карл. При этом, как вы видите, по дороге можно встретить различную живность. От заморских павлинов... Тише, 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 сейчас ходи, я его буду. ...до местных овечек. Дело близилось к вечеру, когда мы добрались до замка Дакеттс Гроу. В далеком 19 веке, когда викторианская эпоха расцвела, Джон Дакетт решил создать шедевральный замок, который, в свою очередь, ошеломит весь мир. Этот замок в себе сочетает неоготику и поздний английский стиль. Поговаривают, что сам Джеймс Джойс черпал свое вдохновение в стенах этого замка и пописывал свои произведения. Но, как вы видите, судьба не была благословна к этому чуду архитектуры и в 1895 году пожар охватил усадьбу. Однако, эта красавица не сдалась без боя. И сейчас на территории этого замка частенько снимают различные кинофильмы, судя по всему, фильмы про призраков. И, видимо, призраки послали мне кару, так сказать, сверху. Ну вот мы и добрались до нашего ночлега. Мы сняли Iron BnB неподалеку от этого замка. На четверых нам вышло, по-моему, около 160 евро за ночь. Проснувшись поутру с бонапартовскими планами, мы отправились в живописный городок Килкенни. Город славится своим историческим наследием. По всей видимости, каждый камень здесь имеет свою историю. Килкенни был основан еще в 7 веке и являлся столицей Ирландии в средние века. По прибытию мы быстренько загрузили наши бренные тела в кафетерий, который мы перекусили славным и сытным коржиком с кофейком. Цены прилагаю, кому интересно, нажмите паузу. После чего мы прогулялись по самому городку. Городок, надо сказать, не оставит вас равнодушными, если вы его когда-либо посетите. Вы только посмотрите на эти улочки, бары, кафешки, ресторанчики. Также Килкенни, известным своим пивом Смитфикс, так как я все еще боюсь водить на левостороннем движении, я, так сказать, усугубил. Заскочили в местный чарити-шоп. Тут, видите, такой порядок, примерно как у меня в голове, с моими мыслями. Также был обнаружен памятник любителям Хеллинга. Это местный вид спорта ирландский. Когда-нибудь я про него расскажу вам. Ну и двинулись мы к главной достопримечательности этого городка, к замку. Фу, итак, раннее утро второго дня наших приключений. Мы добрались до города Килкенни. Позади меня замок Килкенни. Замок находится в парке. Местные явно любят здесь прогуливаться. Здоровенный парк. Замок для нас очень замечательный, так как сюда можно заходить прям с собачкой. Вход в парк бесплатный, то есть снаружи замок можно посмотреть совершенно бесплатно. Но вовнутрь нас, наверное, с собачкой не пустят, поэтому мы туда не пойдем. Замок Килкенни является одним из старейших замков Ирландии. Насчитывает его возраст 800 лет. Здание само подстроено в готическом стиле с элементами ренессанса. Замок является основной достопримечательностью города и располагается на гербе самого города. В парке часто проводятся концерты, фестивали и выставки. И собачки вокруг гуляют, и люди, и все фоткаются. Вон там инстаграмеры жгут. Тут блогеры жгут. Ну-ка, посмотри в мои глаза. Скажи мне, что ты неравнодушна вот к таким замкам. Бывают такие люди, которые не любят замки. Представляете? Ну, кто любит замки, можете ломиться не только в Шотландию или в Англию, но и к нам в Ирландию. У нас здесь много замков. Ну, так-то очень симпатичный городок. Мне нравится. Итак, мы добрались до самого знаменитого ирландского замка Дероков Кашел. Здесь, так сказать, тусовался и проводил свои дни ирландский король. Ну, это не запамятные времена, лет так тысячу назад. Ну, сейчас посмотрим, что это такое. Замок, конечно, с тех пор-то уже подразвалился. То есть, это, в принципе, такие разваленные. Но пойдем посмотрим, что это и как. Фу! Итак, Роков Кашел находится на здоровенной горе. И вид отсюда открывается феноменальный. Посмотрите сами. Видно всю долину. Видимо, он так был построен для оборонительных функций. И находится в наименном городке Кашел. Ну, внутреннего убранства здесь, конечно, никакого не увидите. Так как он, видите, разрушен практически. Ну, вы можете представить, какого размера он был. И насколько он был украшен внутри. Когда был цел. Ну, он сейчас, как видите, в каком состоянии. Ну, вот что-то я не думаю, что его собирается реставрируйте. Так он состояние в натуральном, так сказать, и оставит. Вот здесь захоронение таких-нибудь ирландских, наверное, воинов тех времен. Либо правителей, закороненных прямо внутри собора. По всей видимости, кафедрал был, так сказать. Церковь была здоровенная здесь. И, видимо, к нему прилагался какие-то живые помещения для царских особ. Вот я вышел в внутренний дворик. И тут уже кладбище было. Ну, что я бы сказал об этом замке. Замок великолепный, замечательный. Был когда-то, когда он был замком. А сейчас это развалины. С исторической точки зрения, наверное, очень интересное. Ну, что я могу сказать. Если вы здесь больше никогда не появитесь, то все-таки стоит туда сходить вовнутрь и посмотреть на это все. Если вы будете периодически навещать Ирландию, то, в принципе, я бы не сказал, что эти приключения должны стоить 8 евро. Мне кажется, что вход должен быть бесплатный. Ну, либо хотя бы там 3-4 евро. Но это стоило 8 евро просто побродить. Вот я поснимал. Посмотрите и скажите мне сами. Пошли бы вы за 8 евро в этот замок? Если вы никогда не были в Ирландии и не знаете, как выглядит настоящая Ирландия, особенно ее, так сказать, кантри-сайд, деревенская часть, небольшие города, то они выглядят примерно вот так вот. Все вокруг зеленое. На лугу пасутся коробки, а на заднем плане средневековый монастырь разрушенный. Также с этой стороны вы можете наблюдать также коробок, которых здесь полно вместе с овцами. Все, естественно, зеленое. Это я замечу в начале апреля. И видите, надо мной средневековый замок. Один из самых больших и старейших в Ирландии. Итак, наши выходные подошли к концу. Закончились они неподалеку от города Уатерфорд в небольшой рыболовецкой деревушке. Так как Ирландия является островом, все дороги заканчиваются рядом с океаном. Погодка не на шутку разбушевалась, и нам пришлось утеплиться. Ну и сами понимаете, в таких погодных условиях снимать было практически тяжко. Но все-таки кое-что об ирландской глубинке я вам расскажу. Вот сзади меня дома такие, они типа с национальной крышей, традиционные ирландские дома. Мне почему-то сразу какую-то Украину или мультики про Украину напоминают. Ну реально. Да, такие казаки типа. Но на самом деле она у них традиционная, и если ты купил дом такой, ты не можешь переделать крышу. То есть у тебя по закону ты должен жить с такой крышей всю жизнь. То есть я не думаю, что она долгосрочная, ее, наверное, часто ремонтируют. Но вот у меня у знакомых дом с такой же крышей, им приходится ее держать, чтобы видеть не портить улицы, по закону, да. И им что-то крыша прохудилась, им надо было ее сделать, крышу. И в Ирландии не так много мастеров осталось, которые делают такие крыши. И они берут приличные деньги, то есть им пришлось постараться найти человека, договориться, еще заплатить, чтобы он пришел, он починил. Но если вот такая проблема у них возникает, вообще в Ирландии по закону ты не можешь просто купить землю, построить то, что ты хочешь там. Ну вот так не работает. Вы не можете портить вид улицы и так далее. То есть там целое сообщество, всем соседям надо согласовать с ними план вашего дома, с государством, тогда возможно вам разрешат его построить. Ну там долгая история, там еще много разных прибамбасов, но суть в том, что вот так вот выглядит традиционный Ирландский дом. У Ирландцев есть замечательная традиция, двери красите в разный свет. Вот дом, видите, двери отличаются. Вот если туда посмотреть, там он, видите, синенькая и красненькая, и он черненькая. Вот в доме обязательно у всех разные двери цвета. Ты когда им звонишь, допустим, подъехал к дому, они обязательно скажут там дом 72, там красная дверь или там зеленая дверь. И так вот. В Ирландии, проходя мимо дома, вы можете узнать, дом продается, либо уже продан, либо вот такая надпись бывает Sales Agreed. То есть эта надпись значит то, что они договорились о продаже, но продажа еще не произошла. Вот мы задались вопросом, нахрена, вот я гуляю по улице, мне об этом знать. Они прям любят всем обо всем сообщать, когда кто-то купил, что-то продал. Это что-то такое ирландское, мне кажется. И последней нашей остановкой в этом путешествии традиционная ирландская еда. Чипс и фиш. Мы остановились в чипс и фиш, возьмем тайковый и поедем по пути, будем есть. Как-то так. Не забываем подписываться на мой канал, ставить мне лайки, писать комментарии, советы, рекомендации. You, как говорится, are welcome. Welcome to the island. Да? Одним словом ирландия, начну побольше снимать про Ирландию, это мой, наверное, один из первых выпусков про Ирландию. А, еще был один о Белфасте, где-нибудь здесь и найдете ссылочку. Так что, наслаждайтесь, путешествуйте и подписываемся. Всем хорошего дня.